Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы с вами поделиться рецептом паштета из куриной печени. Если честно, вот куриную печень я не очень сильно люблю, но такое вот блюдо, как паштет, мне очень и очень нравится. Поэтому сегодня я вам предлагаю рецепт очень простой, по нему получается очень вкусный, нежный такой сливочный паштет. Гораздо вкуснее и полезнее магазинного, однозначно. Вот, что нам понадобится? Итак, соответственно, куриная печень. Берите где-то полкило, у меня, если быть точным, 530 грамм. Дальше нам понадобится 1 крупная луковица, 2 средние моркови, 3 зубчика чеснока, сливочное масло 80 или 100 грамм, соль и черный молотый перец. Все, поехали готовить! Первым делом давайте натрем морковь на крупной терке. Дальше нам нужно порезать лук. Все, порезали мы с вами лук. Теперь очередь чеснока. Можно вот так вот его придавить. И вот так вот меленько порезать. И лук перекладываем в отдельную тарелку. Чеснок туда же. Дальше займемся печенкой. Отрезаем все жировые вот эти вот пленочки. Потому что они потом дадут горечь нашему паштету. Нам это не нужно. Поэтому по максимуму их срезайте. Все, все ненужные прожилки и пленочки мы с вами срезали. Теперь приступаем к обжариванию лука и моркови. Дальше на сковороду наливаем растительное масло. И отправляем туда наш порезанный лук и чеснок. Обжариваться до прозрачного, золотистого цвета. Все, лук мы с вами пожарили до золотистого, прозрачного цвета. Следом сюда же отправляем нашу морковку. И теперь все вместе еще недолго обжариваем. При необходимости еще добавляем растительное масло. Многие предпочитают обжаривать все вместе. То есть лук, морковь и печенка. Но я предпочитаю все поделиться. Чтобы и печенка у нас хорошо прожарилась. И морковка с луком у нас полностью была готова. И паштет получился более нежный. Все, после того, как у нас морковка с луком пожарились, перекладываем все это дело в отдельную тарелку. Снова ставим сковородку на плиту. Наливаем растительное масло. Масло не жалеете. Когда у нас масло прогрелось, сковородка нагрелась, отправляем сюда нашу куриную печень. И обжариваем ее на среднем огне. Около 8 минут. То есть 4 минуты мы обжариваем на одной стороне и 4 на другой. За несколько минут до готовности солим. Печенку. И перчим. Накрываем крышкой и доводим до готовности. Теперь, после того, как у нас все немного остыло, нам нужно все вместе измельчить блендером. Выкладываем нашу куриную печень. То есть все, что у нас было на сковороде. Если там какой-то сок есть. его тоже туда же. Будем взбивать это все вместе. Все, выложила куриную печень. Дальше туда же выкладываем морковку с луком. Так, все выложили. После того, как все немножечко взбилось, мы сюда отправляем сливочное масло. И продолжаем взбивать. И так, наш паштет готов. Перекладываем его в какую-нибудь миску или банку. В общем, какую-то емкость. И убираем его в холодильник. Он будет такой более густой. Консистенция. Вот такой тут получается. Вы не представляете, какой тут запах стоит. Очень вкусный паштет. Я уже попробовала. Еще как вариант, кстати, можно сделать из него рулет. Берете пленку обычную. Кладете туда вот этот вот паштет. Формируете из него такую вот колбаску. Внутрь можете что-то положить. И потом порезать на такие порционные кусочки. После того, как он, конечно, в холодильнике полежит несколько часов. Теперь намазываем наш паштет на булочку. Смотрите, какой он нежный, вкусный. Я не знаю, гораздо лучше, чем магазинный покупать. Лучше свой домашний делать паштет. Тем более, вы знаете, что там есть. Он реально, действительно, очень вкусный. И полезный. Пробуем. Как вкусно. Объедение. Он реально очень нежный, очень вкусный. Всем рекомендую этот рецепт. На завтрак можете вот так на бутерброд намазать, скушать. Не знаю, можете использовать как начинку в блины. Он тоже очень вкусный. Можете делать из него рулет, как я уже говорила. В пленку кладете, размазываете такой прямоугольник. И заворачиваете с помощью пленки, делаете рулет. Там внутрь тоже можете, не знаю, масло там выложить, еще что-то. Тоже какой ряд. Не знаю, впечатляет. Можно в тарталетке вот эту вот паштет использую туда выложить. Не знаю. В общем, объедение. Итак, что я еще хотела вам сказать насчет этого паштета. Я положила одну крупную луковицу туда, да. Вы можете положить мелкую луковицу, но мне больше нравится паштет, когда там больше лука и больше моркови. Кто-то кладет вообще одну морковь и одну маленькую луковицу. То есть тут дело вкуса. Чеснок тоже, опять-таки, можете меньше положить. Мне нравится именно вот сочетание вот этих ингредиентов. Количество, да. Три зубчика чеснока, одна крупная луковица и две средние моркови. Масло сливочное. Опять-таки, можете положить его меньше, можете положить больше. Можете уже по консистенции посмотреть, сколько ложить масла. Вот. Честно говоря, не оторваться. Сижу тут жую. Так что, друзья, ставьте лайки. Кому понравилось это видео, кому не понравилось, дизлайк. Комментируйте, пишите, как вам этот рецепт понравился или нет. Я вам желаю приятного аппетита. Всем пока. Уберу паштетик в холодильник. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok